Я неоднократно показывала уже это наблюдение и все-таки еще раз хочу его показать, остановиться и, может быть, немножко по-другому расставить акцент. Это девочка 9-летняя, которая приступила в нашу клинику с любимой лихорадкой, с острым началом. Как выяснилось, за несколько месяцев до этого они переехали в Петербург, из Кавказского региона. И, увидев такой абсцесс в лихорадке, конечно, финансальные диагностические пути у нас были очень разные. Мы делали компьютерную домографию. На самом деле, уже на этом исследовании, вот эти изменения в легочной ткани, такая вот кистозная перестройка с достаточно четким ограничением или, например, с матовым стеклом за счет воспаления, позволили нам предположить, что это воспаление на фоне порога развития кистозной номатонии информации. Однако, при тренировании полостей мы, помимо гнойных изменений, помимо стопилококков, получили кислотостойчивые микобактерии. Причем этот результат нам дала на бактериологическая лаборатория городская. И у нас возникли большие трудности в тактике. Что делать с этим ребенком? Благо, в нашей клинике есть инфекционно-боксовое отделение. Благо, мы давно работаем со своими врачами плечо к плечу, рука к руке, я даже не знаю, голова к голове. И они не могли сбросить наше мнение со счетов. И ребенка не перевели никакое противотехнологичное учреждение, потому что формально мы должны поставить пиномер и ребеночка перевести, потому что кислотостойчивые микобактерии. А вот, ребенок остался у нас, и ее лечат достаточно активно, и через 16 дней тренируют эту полость. Мы подшипели наше под кожу, промывали все это, и вот через 16 дней получили вот такую динамику положительную. И когда мы сделали контрольное компьютерно-кармографическое исследование, безусловно, я думаю, что здесь уже всем понятно, что это большая полость в легком. Сейчас пока еще толстые стенки и весь уровень содержимого жидкости, есть типичные более мелкие полости вокруг, вы видите матовые стекла уши, потому что воспаление с ними немножко справились. И здесь уже ни у кого не было сомнений, что это кислотно-доматоидная информация первого типа. Через месяц, по сути дела, от начала девочки было выполнено нижнее лоб в толье, что мы видим глистологически. Действительно, мы видим типичную кисту, витериальную листинку, незрелая дноматоидная структура и признаки вторичного воспаления, лимфоидные фильтраты. Первым фразой в заключении глистолога было «данных за туберкулоз нет». То есть, безусловно, это когда мокла в меч на дна не висела. Важно здесь проситься обращать лимфинологу, мне кажется, безусловно. Конечно, когда мы говорим о кислотных мальформациях у детей, перед нами всегда встаёт вопрос разграничить врождённые и приобретённые генезы этих мальформаций по очень разным причинам. Потому что совершенно по-разному к этому сейчас мы относимся, и я позже чуть-чуть буду об этом говорить. И, конечно, чаще всего нам приходится разграничивать вот эти вот макарные аномальные пороки развития. Кисты, я так себе позволила их назвать, типичные для нотального периода, то есть это кисты, которые возникают чаще всего вследствие персистирующей интерстициальной инфицемы. Они очень похожи, естественно, на пороки, они возникают очень рано. Иногда у нас нет рентгеновского архива, иногда это ребёнок годовалый приходит к вам по поводу какого-то другого заболевания. Не всегда, или там трёх годовалых, не всегда мы можем собрать анамнез. Иногда мы хорошо можем это разграничивать, иногда не очень. Ну, что ещё важно? Безусловно, плюроперимогальная гластома, когда мы плакать меч всё больше и больше, мы про неё знаем, и всё больше и больше она нам не нависает. Ну и, конечно, различные деструктивные вещи, приобретённые, но, как правило, они не называют сомнений. Ну, если бы поговорить об актуальности, то на что бы я хотела обратить внимание, это то, что нанативный процесс, который возникает на фоне порока развития, у детей более старшего возраста и, естественно, у взрослых, очень часто стирает. И очень часто даже бистологи не могут сказать, есть ли там порок. Или они говорят, мы чувствуем, что тут есть какой-то порок, какая-то порочность лёгочной ткани, потому что помимо, допустим, кислозной дроводойной информации, есть различные варианты альвеолокопиллярной дисплазии, какие-то другие вещи. И иногда это бывает очень сложно разграничить, поэтому это такие объективные трудности. Следующий аспект, на котором бы я хотела остановиться, это невозможно быть без этой схемы, потому что мы сейчас имеем большое количество детей, которые рождаются с низкой, экстремальной низкой массой тела, но ещё и сроки бистации у них очень низкие. Если мы посмотрим на развитие респираторного тракта, а, тут, к сожалению, мы съехали, ну тут, начиная с пятого дня и здесь к тридцать пятому дню, то есть первые пять недель, и далее идёт развитие, да-да-да-да-да. Ну, в общем, я хочу сказать, что вот канальцевая стадия, когда начинается формироваться респиратурный акранхиал, это 22-я неделя. Дыхательные мешочки, ой, нет, здесь 16-я неделя, дыхательные мешочки начинают появляться на 22-й неделе. Мы сейчас иногда имеем детей весом 500 грамм, с регистацией, там, 24 недели. Значит, что мы получаем? Мы получаем детей, у которых, выждавали, а на стадии начинается с 35-й недели. Мы, значит, получаем детей, у которых ещё не отогревал, как на самом деле, они ещё не развились, они у этого ребёнка будут развиваться постнотально, в нашем гвезике, да, с нашей респиратурной поддержкой, и поэтому мы сейчас имеем эту новую форму бронсоревочной дисплазии. И поэтому мы говорим о симплификации альвел и о нарушении различных сосудистей, потому что вот, и вы что, вот здесь, в эмбриологии, это, мне кажется, сейчас всем понятно, но мы не открываем Америку, потому что ещё наши великие учителя Николай Васильевич Путов или Николай Желашов об этом говорили достаточно давно, я извиняюсь, тут съехала, но в некоторых случаях уже тогда мы говорили, что мы можем доказать врождённую природу кислотно-громбинению лёд. И в то же время, да, в некоторых случаях нам очень сложно разграничить, я думаю, вот именно разговор был о тех кистах, которые возникают вследствие синдрома утечки воздуха. И даже если вы посмотрите на схемы, потому что сейчас мы всё-таки чаще всего ориентируемся на представление Томаса Стокера, но это патологоанатомы, это патолого, и, естественно, это всё-таки немножко по-другому, чем гомбинология или гомбинология. То наши учёные в 79-м году, 84-м, 90-м, наша петербургская школа рисовала примерно одно и то же. Может быть, говорилось чуть-чуть другими словами, но мы ничуть не хуже и не дальше. Но просто на сегодняшний день в условиях возможностей высокоразвешающей компьютерной демографии мы немножко по-другому переоцениваем тот багаж, который у нас есть. Но это не значит, что мы должны от него отказаться. Ну и что мы сейчас имеем? Мы сейчас имеем пять типов кистовинно-матологии информации. На самом деле, ну, первично Стокер предлагал выделять три типа, и вот лично мне это больше инполирует, потому что нулевой тип — это несовместимость жизни парламент, парламент, нейтрахеи и главных консов. Это всегда медвоборожденные дети, то есть они никогда в наши полы не пропадают. А четвертый тип, ну и сейчас это тоже уже никого не вызывает сомнений, это, конечно, первый тип певропрозвонной репластомы. Это не имеет никакого отношения к кистовинно-матологии информации. Мы сейчас уже про первый тип кистовинно-матологии информации начинаем говорить, они ведут у нас сложности, потому что они немножко похожи с певропрозвонной репластомы. Ну вот опять же, посмотрите, это 87-й год, ничего нового. Была предложена вот такая концепция. Были выделены 6 типов лёгочных информаций. Врождённая лобарная эмфизема. Как же мы сейчас к слову «врождённая» тоже относимся с таким некоторым скепсисом, потому что, да, лобарная эмфизема, скорее всего, она возникает в результате всё-таки изменений в стенке бронзов, а не непосредственно в лёгочных тани. Тогда бронхагенные кисты используют лёгочные мальформации, бронзов, лёгочные секвестрации, гипергенетический лёгочный синдром, или венолобарный синдром, и различные варианты артериевеносных мальформаций. В чём интересна эта схема? Интересна эта схема в том, что иногда эти мальформации, эти варианты пороков бывают совмещены между собой. И тогда мы видим такие гибридные формы. Их бывает очень трудно дифференцировать. И, конечно, когда мы на это смотрим, мы понимаем, что, да, наверное, это может быть. Ну и ещё один вариант, потому что много, абсолютно много разных классификаций. Вот такой вариант классификации. И здесь, ну вот мне она очень ухомирует, потому что выделяется отдельная группа фокальных или ограниченных лёгочных мальформаций, которые, как правило, требуют хирургического лечения. И это очень принципиально, потому что чем раньше мы выявим группу этих информаций, чем раньше мы её отдифференцировали в других состояниях, тем больше мы дадим информации лечащим врачам, детским хирургам о сроках и возможностях хирургического лечения. И об этом говорим не только мы, об этом говорит и весь мир, и работ всё больше и больше появляется. И вы видите, почему. Потому что мы накапливаем всё больше опыт о мальденизации кислотно-малодойной информации, о том, что это пороки, которые априори являются предпочтением развития консилиума, архиала, альгаряной парциномы, и некоторых других злокачественных фокусов с течением времени. И, естественно, трудность диагностики у детей первой типористозной малодойной информации и плево-малодойной пластойки. Ну вот, например, вот такие работы. И сейчас, в 2018 году, и в 2019 году сейчас появляются ещё, то есть прям вал этих работ, их всё больше и больше. И вы видите, допустим, вот эта вот работа, это был анализ литературы, то есть они собрали там больше, чем, не знаю, за 40 лет, ну, всего они отобрали 134 статьи, а на самом деле проанализировали больше тысячи статей. И вот такие получились результаты. 168 было пациентов, из них 76 детей, 92 взрослых, то есть это были пациенты, у которых опухоли лёгких возникли на фоне различных пороков лёгких. И вот видите, типы пороков были. Чаще всего это первый тип, 46 взрослых и детей с течением малодойной информации, гибридные варианты, махоменные кисты и вот группы секвестрации. Опять же, я думаю, почему здесь такой большой процент экстралогамной секвестрации, потому что гистологически в структуре экстралогамной секвестрации очень часто второй тип кислозной малодойной информации. Ну и всё равно мы продолжаем обсуждать вопрос, когда оперировать этих детей. То есть первый вопрос, который встаёт опять же перед рентгенологами, также как и перед другими специалистами, потому что мы в одной команде. Что это? И следующий вопрос, когда, если это надо удалять, а мы теперь понимаем, что это однозначно надо удалять, уже в мире, у кого нет сомнений, то теперь вопрос, когда это оперировать? И вот опять же появляются работы. Ну, о чём? Опять же, вот, например, тактика нашей школы, да, на нашей больнице. Мы очень рано оперируем детей. На что мы опираемся? Опять же, возвращаемся с химии развития тракта, респираторная вода. И мы видим, что чем раньше мы уберём вот это порочное объёмное образование, тем лучше возможности останется оставшейся части лёгкого жить и развиваться. Я не показала, но мы знаем, что лёгкие растут минимум до 8 лет. И поэтому, если у них есть возможность куда расти, поэтому мы оперируем раньше. Ну, вы видите, здесь тоже говорится о том, что, ну, говорится о времени оперативной манушательности действительно новорождённых, если там нет осложнений, нет присоединения вторичной инфекции, ну, допустим, секрестрация лёгкого 20 минут, кислотно-ромотоидной информации 25 минут. Естественно, когда дети поступают на более старшем возрасте с вторичным воспалительным процессом, как я показала вначале, теоретическое лечение протекает совершенно более долго, более тяжело и технически выполнить его, конечно, сложнее. Что у нас в апсенале? Рентгенография. Я даже не стала писать, что это тистосные мальформации, потому что мы сейчас начинаем обсуждать, надо ли детям с пренатально установленным пороком лёгкого делать рентгенографию в углой клетке. Как правило, мы ничего не видим. Может быть, сразу стоит выполнить этому ребёнку какое-то другое ручьё исследование, может быть, ультразвуковое, потому что, допустим, при секрестрации лёгкого мы прекрасно будем видеть при доплерографии кровотока нормальный, и мы можем заподозрить этот порок и без лучевой нагрузки всё-таки ответить на какие-то вопросы. Как это дискутируется? Как правило, конечно, лентгеновские исследования мы выполняем, потому что достаточно большой процент детей с пороком лёгкого имеют клиническую картину, и, как правило, это респиратурный министр и синдром. Магнитно-резонансная томография. Я думаю, что мы ещё долго будем про это обсуждать, и, наверное, найдём её ещё, потому что метод, безусловно, неплохой, метод, который много человек видит, и, допустим, что касается киста в лёгочной ткани или в средостении, но оценить непосредственно саму лёгочную ткань экспертно, ну, мне кажется, что это сложное. Моё видение на сегодняшний день, что всё-таки это вряд ли метод экспертной оценки, это, скорее всего, метод дополнительный, либо метод наблюдения у детей с установленным каким-то диагнозом. Да, динамики. Ну, мы все прекрасно знаем, как у нас есть ситоз, кистоз, кистоз, киброз, там уже никого нет сомнений, что нужно делать на резонансную томографию. Ну, вот, что касается пороков развития или кустребочной дисплазии, пока это обычно обсуждается. Методы, которые не несут лучевые нагрузки и методы, которые всё-таки говорят о точности диагностики. И, безусловно, компьютерная томография, а точнее это эмбиография, потому что всё чаще мы совсем уже не видим той ниши, где мы можем отказаться от введения контрастного препарата, то есть всё больше и больше мы говорим о том, что это должны быть эмбиографические исследования, компьютерные томографические. Вот это, конечно, экспертный метод диагностики по данной диагностики. Когда это дети, это, конечно, проблема накоза, ну, вот, как я уже говорила, в некоторых случаях у маленьких детей, если мы понимаем, что это, скорее всего, кистосная демотория информация, что это кистое, заполненное воздухом, у нас нет вопросов по поводу аберратных сосудов, наверное, мы можем себе позволить сделать исследование, не вводя контрастное вещество, соответственно, маленького ребёнка, мы можем просто тугой запеленать и сделать это исследование на споткоре без накоза, потому что на введение контрастного препарата, к сожалению, все дети реагируют, как бы мы его не подогревали на температуру 37-36 градусов, поэтому вот это ограничение, но что я вот вижу за те, там, больше 20 лет, которые, когда занимаются этой патологией, очень часто при вот таких порогах мы у детей находим различные аномалии, там, венокава-синистра-персиста, там, артерия, зория или, допустим, отхождение бракет цепанного ствола какое-то аномальное, и, если хирурги пойдут на операцию, всё-таки вот эти сосудистые какие-то вещи, это варианты развития, они, может быть, никому не мешают, но они же зайдут туда, в эту грудную клетку, и всё-таки вот эти вещи, наверное, им тоже нужны, и, наверное, мне кажется, что скоро мы это совсем не будем проводить. На сегодняшний день мы выполняем такие исследования, нечасто, но выполняем без введения контактного препарата. Ну, это материал моей диссертации, это 185 детей, за 20 лет мы их снаопили, и вы видите, что 62 ребенка это были кислотно-номатоидные информации, естественно, это все были оперированы, это все верифицировано, и я хочу сказать, что некоторые диагнозы мы обсуждали с гистологами после операции, через 6 месяцев после операции, через 3 года после операции, потому что очень сложно было устанавливать вот эти гибридные варианты порогов. И мы приучили, что наши патологоанатомы очень часто, если сами не оценивают компьютерные томограммы, то, по крайней мере, приглашают нас и говорят, ну, что вы там видели на котел, ну-ка придите-ка расскажите, а мы вам покажем, что мы видим в микроскопе. И, наверное, вот такая вот преемственность, она позволяет установить какие-то более правильные диагнозы. Самая большая группа это были секрестрации, вы видите, экстралобарная секрестрация очень много. На самом деле, это, как правило, достаточно благоприятное течение порога, но, тем не менее, у маленьких детей она может быть очень большой и может, соответственно, оказывать выраженное объемное воздействие. При анализе принатальных и постнатальных диагнозов это группа новорожденных детей, вот 138 на самом деле исследований где-то у 147 детей выполнено. Вы видите, что как бы диагноз не всегда совпадал, но мне кажется, что это не важно. Главное, что эти изменения были выявлены принатально и мы их подтвердили, можем чуть-чуть изменить трактовку этого порога. Первый тип использованного мотоидного информации все говорят, что он хороший. Вот оказывается нет, потому что, во-первых, как правило, оказывает достаточно выраженное объемное воздействие, может содержать фитальную жидкость и выглядели вот так, как совершенно объемное образование и, конечно, сопровождаться респираторным истрессом в нашем случае, вот, например, вот такое наблюдение, конечно, думали, что это нормальная глижа, естественно, сказали, что это дискуссионная наторитная информация, главное, это была только нижняя доля, поэтому была выполнена нижняя лобоктомия и, конечно, мы говорим о том, что все это происходит в первые сутки жизни, потому что очень тяжелый в парадонии дискуссионного, смотрите, где трахея, где дефоркация, все это сдавлено, все это смущено и, естественно, ребенок дает окно и бесконечно, очень сложно делать исследования анестезиолога и давать на хвост такому ребенку, и, когда мы посмотрели, у нас более половины детей с первым типом дискуссионной ломатоидной информации были прооперированы в первые сутки жизни, так называемые первый тип дискуссионной ломатоидной информации. Не знаю, насколько он был приятен. Мы сопоставляли, естественно, ряд параметров, в первую очередь, степень объемного воздействия с показаниями для хирургического лечения, и вы видите, что именно дискуссионная ломатоидная информация, так и группа тис, возникших вслед за персистирующие интерсициальные инфинзена, составили наибольший процент детей, которые рахимировали в экстренном виде в срочном порядке, то есть в первые 48 часов жизни. Второй тип дискуссионной ломатоидной информации очень часто действительно он сочетается с другими аномалиями, но я хочу сказать, что при экстралобарной сеттестации только гистологически мы можем это установить, и здесь совершенно другая партина, так же, как и при третьем типе, он как правильно выглядит, как солидное образование, но тем не менее у нас встретилось несколько детей вот с такими изменениями. Матовое степло, и на этом фоне более плотные структуры, но, естественно, достаточно четко очерченные. Ну, вот к вопросу о секрестрациях. Да, интралобарные, экстралобарные совершенно типичные признаки, наиболее частым является, конечно, ограничение и наличие киск при интралобарной секрестрации, которые могут быть проявлением непосредственно секрестрации в интералобарной, там не может быть киск, но на мотрудной информации. В отличие от второго типа, вот, например, такое наблюдение. По сути дела, объемное образование абсолютно беструктурное. Мы хорошо видим обератные сосуды, видели сосуды на фоне этого образования, и при операции это, опять же, все это тоже смотрится как солидное образование, что нам дают кискологи, а они нам дают типичную картину второго типа кискозно-граматурной информации, что нам говорят лечащие врачи, вы ошиблись. Заключение кискологу, там второго типа. Я прихожу и говорю, там же секвестрация, они говорят, это что секвестрация? Сосуды врачи был отрезан. Иногда там действительно очень много сосудистой структуры гистологически, но, опять же, к вопросу, что диагноз должен ставиться по совокупности. Но промехагенные, энтерогенные тиски, как правило, они не вызывают трудности. Единственное, почему мы их объединяем, потому что они выглядят как тиска. Может быть, при МРТ там более белковое содержимое при энтерогенной тиске, но очень трудно разграничить эти вещи. Что нам дает МРТ-омгиография? Естественно, она дает ответы сразу на очень много вопросов. И, конечно, если мы говорим, допустим, о Ленах, постпроцессовая реформация, 3D, или монтипланарная реформация, мы совершенно отчетливы в данном случае покажем. Очень благоприятная тиска, но как она лежит? Насколько здесь хорош кровоток, отток поливочный венок? Конечно, они страдают, и, конечно, это образование надо было убрать. Но вот ребеночек следствием, у которого подозревали тиску, но это было постпотально, уже помимо, в роддоме, высоковое исследование оказалось для него, и мы, конечно, были убеждены контролировать этого ребенка. Но вопрос обручаем отлизе. Буквально несколько слов, потому что сейчас, наверное, это очень актуально, в мире тоже люди об этом задумываются, потому что, опять же, здесь есть некоторая путаница обручаем отлизе, как предвестник, как основа развития этих порогов, то есть отрезея бронзом в ранних сроках развития, там, на 14-16-й недели кистации, или бронхиальная отрезея с типичным бронзом на цели, который мы выделили всего лишь в 40%, и, на самом деле, кистологически это тоже очень сложно, и там почти в третий случай кистологически диагноз бронхиальной отрезеи устанавливался только в совокупности с сопоставлением компьютерных томографических данных. Вот как в данном случае, мы установили диагноз бронхиальной отрезеи, здесь не очень типичная была картина, и вообще не было никакого соцеления, по цене был признак объединения сосудов на фоне участков сдутия, что мы видим в диагнозе, через 12 месяцев мы видим, что зона увеличилась в объеме, мы более отчетливо увидели на фоне этого участка сдутия кисты, мы более отчетливо видим объемное воздействие, девочки начали уже приносить какие-то диагнозы вирусные инфекции, поэтому было принято выполнить плановое хирургическое операцию, и что мы увидели, мы увидели, да, признаки бронхиальной отрезеи, переходим к приобретенным кистам, потому что они тоже возникают в раннем детстве, иногда в первые несколько суток жизни, и действительно, чем это амитискозная гомоторитная информация? У нас есть этот волшебный симптом выявления простососудистого пучка на фоне кисты, а еще более волшебный симптом это собирание анамнеза и сопоставление рентгенархива. Если вы видите, что это ребенок с респираторным дистресс-синдромом, которому делали искусственную вентиляцию этих жесткими параметрами, на котором были рентгенархиваторцы, навряд ли этот ребенок будет использован рентгенархивной информацией, потому что, как правило, есть генограмма, на которой все было нормально, а потом вот начало это все развиваться. И, конечно, гистологически картина будет совершенно другая. Они могут быть острые и просистирующие, дифурные и локализованные, и мы должны помнить, что остро инфизе Малевского она обратила, как в данном случае у ребенка здесь диафрагмальная глижа, просто поле элиминологически увидели какие-то структуры более воздушные, подумали, что может быть это сочетание диафрагмальной глижи и кислотно-момоторной информации. И вот совершенно типичное распределение водов интерстанциальным простатством здесь есть еще и другой признак здесь есть пневматограф невосторонний небольшой и мы просто позволили сделать контроль через 5 дней вы видите что все это абсолютно уходит поэтому в данном случае не было сомнений иногда это действительно выглядит как кисты и учитывая настрои многих хирургов на хирургическое лечение мы тут тоже должны им помочь разграничить эти состояния как у данного ребеночка это наблюдение из Ярославля где вот эти кисты были описаны в легком как естественно порог развития и при смене параметров вентиляции через 2 месяца вот такая вот была достигнута динамику все абсолютно ушло и это у детей совершенно обычная история это если вы забываете мы это пропустим на что бы я хотела обратить внимание на то что опять же не всегда это бывает просто потому что иногда кисты которые возникают у детей на фоне пересетирующей интерстициальной эпиземы структуры вот самую дисплазии могут воспаляться и естественно там присоединяется вторичное воспаление иногда бывает трудно разграничить и опять же то что я говорила вначале сказать это были кисты если бы на выступает такой ребенок это были кисты врожденные или это следствие вот кисты которые типичны для нотального периода поэтому эти объективные трудности они действительно существуют и здесь уже показали о геологическом лечении как правило является рецидивирующий воспалительный процесс вот такое последнее наблюдение ребеночек четырех месяцев который к нам поступает в клинику с картиной опять же абсцесса нижней дуле львы лёгкого который за последние три месяца первый месяц был приятный у него было трижды повышение температуры делали антибактериальные антибактериальные то ли да то ли нет и конечно когда мы увидели такие изменения мы решили что это либо просто кислотно-гумно-мотоไбл czy которая смотрится хотя и справа тоже бывает но тем не менее ассиристраций никаких аберратных сосудов мы не нашли картина тоже сделали сейчас никаких ритм мелких совсем не типичная Мы не знаем, что это за киста, но точно это не порог развития. Что было удивительно для нас. Хирурги все-таки решили цепилировать этого ребенка, потому что, вы видите, есть объемное воздействие на приближающую структуру. И нам кистологи дали заключение персистирующий интерстициальный дизайн. В виде группы селитарной кисты. Как это может быть персистирующий интерстициальный дизайн? Мы знаем иногда, у детей бывают, возникают эти кисты, но все равно хотя бы селка. Здесь первый месяц жизни у ребенка совершенно благополучно. Мы, конечно, пьем тревогу и говорим, что это не может быть. И действительно, мы пересматриваем гистологические препараты. И окончательный диагноз – пустинфекционная киста. Почему они установили диагноз персистирующий интерстициальный дизайн? Они увидели вот эти типичные клетки на руках тел, киста безопитиляренной выстилки, все. А то, что у ребенка совсем другой анализ, конечно, очень непонятно, почему четырехмесячный ребенок заболел такой инфекцией с обсессом доктора. Но это уже, наверное, скорее вопрос к педиатрам. Поэтому трудностей, конечно, хватает. И я думаю, что если мы будем больше делиться между собой какими-то интересными случаями, больше будем это обсуждать с нашими коллегами, мы больше будем знать, потому что главное – это, конечно, благополучие наших детей. Спасибо. Скажите, пожалуйста, для аспирации последнего ребенка не рассматривалось? Это типичные клетки на руках тела, которые могут быть? Да, Александр, спасибо большое. Я не сказала про это. На самом деле, действительно, когда мы потом уже это все обсуждали, мы пришли приводы, что, скорее всего, мы будут аспирировать, да. Но даже делали бронхоскопию, потом уже, ну вот на этапе, когда он находился в стационаре, не делали. И потому что мы думали, что, может быть, мы найдем, да, ну какую-то а-ля там трахерную сомоляцию или какую-то там неполноценность. Мы ничего не нашли, но, опять же, там уже была дурактория. Поэтому, наверное, это будет действительно так правильно. Спасибо. Спасибо, Наталья Анатольевна. Еще вопросы есть? Ну, к сожалению, мало времени. Спасибо. Есть вопрос. Анатольевна Александровна, а изменения в легких при детском гистерцитозе? Ну, детский гистерцитоз, он совершенно другой, да. То есть, это совсем другое заболевание. И мы, действительно, имеем в своем арсенале несколько таких детей. И, ну, я просто здесь не показала, потому что мы хотели с другими акцентами расставить. На самом деле, очень интересная история. Кисты в легких у входа абсолютно исчезают из легочной ткани на фоне специфического лечения. У нас был такой ребенок в возрасте четырех месяцев, которого мы наблюдаем. У него уже сейчас пять лет. У нас был такой ребенок в возрасте один год и восемь месяцев. И у них, у всех было, естественно, такое мультифакальное поражение. То есть, там были кости, там были изменения на коже. И вот у обоих этих детей диагноз был поставлен с кожного носка. То есть, ну, там, наверное, не кисты, а инфильтраты, которые подвергаются деструкции или кисты. Ну, ну, вот выглядело как киста. Вот просто восточная киста и рядом вот более такой... То есть, совершенно, вот я когда первый раз в четвертмесячный момент это увидела, думаю, было понятно, что это проявление системного поражения. Мы там не были первыми в диагнозе, естественно. Ну, и было очень интересно наблюдать науку. Спасибо, Виктор Ильич. Действительно, такая тема очень интересная.